Вибрация, законная составляющая, проявление стихии Земли, одно из тела стихий, в нашем организме происходит за счет познания мира посредством запаха. Запахи, основные, от земли и от ее составляющих, они румбан, например, азотом, но больше это связано со звукованием вибрации, со световой вибрацией. Короче говоря, получается, мы сами правы, короче, поставьте вверх, пусть они будут. Мы с вами начнем, очень мягко и аккуратно вас делаем камеру. И пойдем мы, он привычный для вас образом, работа вообще с энергией, с пониманием, что такое зарядить энергией, ну, допустим, сотку кильфа. Это, казалось бы, смешной образ, но очень привычный. Но если вы вначале как мысленно подставите свой сотку вылит ваш сотку, поставить его высленно на подзарядку, то подсознание получит сигнал, что все остальное действие будет для вашего организма точно так же, как для сотового подключения розетки через вот зарядку и аккумулятор. Просто вспомнили и подключились. Более сложные образы я пока не буду давать, пока мы подчеряем ваш сотку. Дальше. Позволь этому разу ищебных сознания обращать внимание на интересные ощущения. Вдох мы чувствуем только правую ногу. Выдох, только левую. И между руками начинают копиться на хитический заряд, насыщающий нашу коленку жизнь и силой. Вдох, вправо, отдох, левую. И вспоминаем, когда в последний раз нам удалось либо позаботиться. Это может быть хоть какой-то цветок, который мы поюли в истории с ним, либо домашнее животное, которое вы наконец-то накормили, либо убрали за ними, либо это может быть какой-то член семьи чуть меньше восстановиться, то есть значительно не начали, но достаточно старше. Вы оказали помощь, почувствовали ответную благодарность. Одними яркий эпизод, либо отряд эпизод. Главное, чтобы помочь ему не в тягости. Все это будет связано с вещью в ладошках. Вдох правого, вдох на хребе. Дальше. Вдох правого, сверху, левую, снизу. Вдох правого, вдох на хребе. В области под коленкой обычно копить свои метки. Новое место, оно располагается. Сейчас это позволяет ей пробудиться, перейти в активное состояние, и размести по всему организму полезное информационное поздравление и восстанавливание совершенства. Правда, снизу, левую, сверху. Снова, плох правого, но не хреба. Есть такое понятие, как ресурсное состояние, или потенциальное внутреннее. Это все те состояния, в которых они переживали, вы, 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 вы. И вот есть слово русское «выкновить кондитику». На французском языке звучит как «подарить человеку новое сердце». Понятно. И вот сейчас мы дали коленке новое сердце, когда правую ладошку идущую. Вот коленка, не на ноги, не концентрируясь, она выглядела на левого, как на коленке. Дальше коленка снова возрождается после небольших болезней, но со временем все больше и меньше. Дальше. Ладошка положили коленку, спину грубой, лицо расслабили. Глаза приходили. Внимание. Чувствуем ладошки, лежащие на коленке. Только ладони, лежа на коленке. Типер отверстия ладошки, вес ладошки, может легкая курсация, идущая из ладошек на коленке. И дальше. Коленка поддерживает ладошки. Коленка устойчиво поддерживает ладошки. Коленка снизу поддерживает для себя ладошки. И на вдохе ладони, 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 лежащие на коленке. На выдохе коленка, коленка, коленка поддерживает ладошки. Дальше пойдем небольшие пробилы, ноги, ноги будут вот по такой-то или той-либо перемещаться. По фоне это напоминает лепесток. А еще это напоминает, как изображают по восточной статуе открытости. Область третьего глаза. Мы будем внимательно смотреть на коленки. А коленка по фоне напоминает округленьки. И одновременно напоминает область глазного яблока. Наше внимание направлено на лепесток будет создаваться ощущение легкого давления. Вообще внимание на тебя чувствуйте даже в вашем теле, если к нему прислушаться, как легкое давление. Сейчас я поднимусь. Видите, пятышка возникает? Раз и убираем, да? Продавливаем пятышкой, убираем, обнимаем. Видно? Вот, отпечаток. Вот похоже нужно делать глазами. Постоянно сюда вот курсировать. Можете два-три раза. Ну, если нет одежды. Что называется это. Сделать, если есть одежда, то тогда сделать мысли. Белое пятнышко-бедненькое. Вот так формируется на коленке органами сприятия. То есть любой участок тела, любой сустав, сустав обладает воображением коема мозга. И обладает своим микросознанием. То есть можно сказать, микроатомпитером, позволяющим этот сустав. В конце концов, коленка очень важный, крупный сустав. Позволяет, как в жизни, варьировать линию движения. И отвечает за большую, быструю смену тела в пространстве. А в области сознания коленка отвечает за внутреннюю пластичность и вариативность воедения. В общем, мы начинаем потихонечку. Левушки и медицей пристирать коленную чашечку. На свободном дыхании. Но на вдохе нужно почувствовать ладошки. А на облегчение внимания, облегчение глубину коленки. В глубину, в глубину, в глубину. И посмотреть, что коленка и ладошки напоминают вертикально расположенные глаза. Ладони напоминают рикки. Кончики пальцев, пальчики, ресницы. Нас обнимают, в глубину коленку, в зрачок. Сама коленная чашечка. Глазной ямок. Высловно, скульта, создающая статую восточного божества. И модель для третьего глаза, расположенного на межгрыбной статую. Ваша коленка. Сама коленка – это только ценный коленок. И поймаем хотя бы отголосы от этого состояния. Двигаемся дальше. Сейчас самая важная часть. Мы берем руки вот так вот. И начинаем расжимать и расжимать. Представляешь, что берете, как угли. Сильно-сильно сжимаете. Потом расжимаете. Чувство, чем сжатие отличается от разжатие. Сжатие напряжение – легкий жар. Разжатие – расслабление. Теперь мы начинаем представлять, как мог бы ощущаться нашим носом на уровне запаха, исцеляющий бальзам, сваренный мастер, исцеляющий бальзам специально для нас. Как мог бы ощущаться? Может, он бы напоминал запах сголового. И покрытых времен. А может быть, немножко отдавал реальный запах. В общем, должно немного поверить. Может быть, в чем-то медицинке, напоминающей сварящей бальзам. Быть может, медный пчелинный я. Быть может, перед рельсом, перед треском костра. Вот что-то для вас. Голосый запах пошел. И мы берем и набираем из пространства ощущение вязкости, тренка вязкости и тягучести. И не свеша, не сразу ладошки от коленки, а создаем между ладошками ощущение вязкости. Немножко, почти полу, чистых, коржигающих. Раз. Положили. Дальше начинают ладошки перемещаться. Основанием ладошек по коленам чашечки, чувствуя каждый изгин. И совмещается перемещение к нижнему граме, к верхнему граме. Перемещение несистых оснований ладошек. И натягивание шапочки. И стягивание. Верх-вниз. И натянутся тянуть на вид его души. И в сознании удерживается запах исцеляющего бальзама. Просто как в холме. И исцеляющий бальзам, созданный специально для вас, мастером. По созданию исцеляющего бальзама. Пахнет. 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 И мы пробили. И мы пробили. Улимпает. И говорит. И, могут какие-то спешат. И генеру. И, может. И руководителя. И в таком случае, мы легко продемонстрируем. Улимпает. И генера. И направляем. И бальзам перед двоим другими вещами. Поэтому, поднимем. И, можно ли, вы давайте давайте. даже если вы поняли, что вы спите, даже если вы вспомнили о человеке, до которого вы хотите довести своё сознание о себе, ну и если взять в руку в этом особом установлении сотового телефона и набрать номер этого человека, либо думая о нём нажимать кнопки, то другому человеку обязательно приснится в вашем нос, а может у тебя появится во всем. То есть наше подсознание, можно сказать, определенная особенность нашего сознания, работает с привычными для вас в образе, а очень сложно создать там сферу жемчужного света, очень сложно войти в непонятные мерцающие пространства другого ста, могут сделать древнюю видящую древнюю шаману, но предмет культуры, для того, который служит от 800-го телефона, кабина лимита, электричка, подземка, позволяет для этого нужному человеку обмануться, почему от 800-го телефона занимает. То есть здесь стараются работать на привычном образе, привычном для человека. Допустим, очень сложно там решить сложную ифметическую задачу, но если появляется представительный конкулятор, вы выбираете на него пример, и потом возвращаясь, вспоминаете, ответы, проверяете, то точно совпадает. То есть для нашего мозга нужно привычный образ. В данном случае образ исцеляющего бальзама позволяет настроиться на процесс восстановления подкалетки и дальше по всему организму идти на них. Дальше. Мы с вами отсекаем от калетки ненужные лишния. Руки медленно убираем, правую руку поближе, левую руку сверху, и выполняется вот такое движение. Раз, и к себе. Впомните себя пульмариской. Тогда вот что-то чувство пристало подсталивать, и он захотелось ее по калетке. Испомните, как звучит машинка и эквазующие мышцы, отсекающие ненужные лишния. Это позволяет прийти от калетки чашечки. Даже не то, что от калетки, а от области мозга, отвечающей за здоровые калетки, отсечь и вспоминать о том, что калетка когда-либо болела. Когда-либо припочинела вам дискомфорт, подводила нас. Все это мы отсекаем, убираем как ненужные лишния. Можно представить немножко признаватый, раздражающий волос, легкозудящий. Раз. Лишний ему правый. Два. Вы стали сами себе правильно сидеть. Три. Свет волос на вашей руке. Четыре. Голову помыли. Он стал свежим и ласковым. Называющийся на прикосновение. И вот то же самое на отношениях калетки. Дальше. Правая рука поближе к левому, чуть спереди. Большие пальцы в таком виде. Забудем калетку. И два – калетку сухожилия. Большие пальчики помещаются. То есть вперед, то назад. Вот это позволяет выбрать сначала из области сознания, а потом из жизни все те факторы в общине, которые вас раздражают. А еще то, что раздражает в вас любых людей. Дальше. Большие пальцы упираются. Пальчики сильно-сильно расстопливаются. Мы смотрим на правую руку. И пальчики подрасстопливались. Почутили, что пальцы в расстопливались. Налевую руку. Пальцы подрасстопливались. Глаза прикрываем. Вот если кто-то ремен будет. Пребывание на природе во время грозы. Ощущение ударов грома. Молния, которая сверху очень близко. Вот что-то похожее на это. Либо в детстве практически каждый из нас взял от реки крови. Вот такое ощущение. Косновение светомагнитного. Звучения у нас окружающих нас. Пощипывание языка от реки крови. Запах озора. Грунящий трансформатор. Все это на вдохе мыло. Делает ярче ощущение рук. А на выдохе из большого пальца. Большой палец посылает яркую низку. Словно, коленка стала на стеклянную колоду. Внутри. Задилась физические разведки. ДО. Сильно-сильно расслабили. Выдох. Выдох. Пррибли в ноги. Угриние коленке. Яд. Электрический разведки. И снова. Оп! Росслабили. Удар только. Удар, только, в науле. Вкус. И из большого в большой палец, на ругах яд. Электрический разведки. Вот последний раз. Оп! И из большого палец, большой палец, яд. Электрический разведки. Чуть неприблиные большие пальцы. Дальше. Лапки снова на окошке. Большие пальцы жестко тянули и поместили под коленку. На ноги растяните и сжать вниз движение. Так несколько раз. Растягивание сжимаем. И на ноги. Гасим. Ищем коленки. По бокам. Потом право сверху, лево и снизу. Потом право сверху, лево и снизу. Ищем коленки. Достаточно. Самое интересное. Как мы все эту информацию, которую мы заложили в коленки, делали невосмысленные и перевести в нашу музыку. Смотрим. Правая ладошка отдается в угол на правую коленку. Влево и сверху. Дальше. По кондерке посмотрите. Подбородок упирается в первую сторону белой кисти. Как правило, попадает сразу в нужную точку. Нужная точка – это идет между средним и безумянным пальцем, чувствительной ямкой, чувствительной удобрением. В теле это соответствует проекцию тукана позвоночника, входа в позвоночник стола, оживлению позвоночника стола. Смотрите, что делает наше тело. Мы делаем вдох в разных-разных плоскостях. Перемещаем голову, находя точку, в которую голова мог кинуться. Делаем вдох сильнее, продавая, словно мы живем, но подбородок продавливаем вот так, вибрируя в точку головы. Вы так или иначе ее задействуете, если будете производить голову и чувствовать, от каких угол сильнее отзывается на правом анатолии. Потом, после трех раз такого движения, голова приподнимается, и мы закрываем именно правый глаз. Руки проворачиваются, правый глаз закрывается. Все, идет разница. Левый глаз освещен, правый глаз закрывается. Организм, в частности мозг, в частности наше сознание, пытается это компенсировать. Дальше. Закрывается только правый глаз. Опять же, левое открытое, правое закрытое. И у него сознание вынуждено компенсировать разницу. Потом идет на затылочные доли мозга, на левый ух и на оба глаза. И вот в этот момент возникает одинаковость восвещенности, одинаковость восприятия через ушные раковины, через наши уши, и одинаковость в закрытости глаз. И потом, грудь скрозят вниз, подбородок упирается вниз, глаза открываются. Цель осуществлена. То есть у вас поток мысли замерится, и вы уже почувствуете свое дело. В общем, давайте попробуем. Правая, левая. Подбородок упёрся. Мы чуть подыграли и почувствовали. В одном из мест начинает проваливаться на полосках. Там начинает слегка прохруст. И делаем вдох. Покачали в разных разных костях. И делаем выдох немножко пожелаем. И снова в разных разных костях. И пожелаем. Голова медленно поднимается. Спинка ровная. Чувствуем, где правая ладушка. Правая ладушка сейчас с коленой участки. Несколько раз попродавливаем в разных разных костях. Словно вы пытаетесь ощутить незнакомый ли вас как медленно. Покрыты упрощением кожи, содержащей внутри что-то вроде крышечки. Поощущаем с детской непосредственностью, так скажем, с любопытством. И дальше вам нужно эту опробовать, мысленно создать в руке. То есть спон, много интересных ощущений, это состояние опробности и податливости. Все, спинка ровная. Даже если коленка подчиняется беспокойство, сейчас она заряжена светлой энергией. Аккуратно руки раскрываем на себя и медленно закрываем правый глаз. Сделяя ощущения. Левый глаз чуть лято и правый закрыт. Чувствуем, в чем они отличаются. Ощущения глаз. Свет, тьма. Свет в левый глаз и вправый. Ощущения закрытия. Аккуратно правого рукой левой выдерживать, закрываем правый глаз. И снова. Открытый, закрытый. Тепло, прохладно. Звук. Левый лук слушает, допустим, звук часов без мыслового дыхания. Правый. Немножко подлог. Ощущение лёгкого локтя в правом руке. Сохраняется в левой локте. Левая лука открыта. И дальше. Левый локоть пойдёт вверх. Представьте, левый локоть у вас на углу берут. Выберете назад. Раз. Вложение. Идёт переключим. От правого руки в левую локу. Оба локтя с левого внизу. И правую ладошку закрываем в левую локу. Закрыли. И обеими ладошками закрыли локу лаза. Вот. Момент вести. Что называется. Правый локоть управляет. Правую коленку. Левый локоть внизу. Чувствуем глаза. Глаза похожи как на друга. Чувствуем уши. Уши похожи как на друга. Чувствуем голову справа, голову слева. Похожее ощущение в голове. В правом повышении в левую. Потихонечку. От лица вниз. Закрываем. Правый носок. Левый подбородок в левую. И стараемся расслабить голову. Сейчас очень важно на вдохе почувствовать межгрое, на выдохе. И ощутить свой выдох на поверхности коленки. А все внимание в левую коленку. И рекомендуется представить, как выглядит коленка, если бы она стала прозрачной и объемной. Как вот в компьютерной графике. Прозрачная, объемная, светящаяся в разных плоскостях. Сложная, суставочная шаг. Сложная, суставочная шаг. Сложная, дополненная. Кодички приходят один на друг на другую. И голову медленно приподнимают. Чтобы на носок, теперь на коленку пошла, чтобы ее укреплять, перешло, пошло воздействие на весь сердце. Пополняются два несложные действия. Посмотрите, в чем они тут заключаются. Первый вопрос. Нужно подножку пронести над коленкой. Приподняться. Левую ногу удобно приподнять. И всем телом носиться на правую. Чтобы тело свои веса, выбираясь на правое метро, прогнозировало всю правую пленку. Это первое. Второе. Пальчики уперлись. То есть левый носок пошел на себя. Идет пристег. И руки идутся параллельно. Будь может сидеть, смотрится вверх. Недолго. И потом аккуратно присаживаться. И чувствуешь, что получили следующий вопрос. Правая вперед. Правая рука над лотком уперлась. Правая щека уперлась на правую ладошку. И левая рука удобно осветилась. Все. Левая рука свободная, открытая. Левая сторона открытая. Правая устойчивая. И вы почувствуете, как от правой плотной стороны в левую прохладную плывут ощущения. Это именно ощущается как то, что нечто плывет. Но мурашек у вас не будет. И скорее будет ощущение перемещения, как по сообщающимся сосудам. Тепла и ток справа налево. Давайте попробуем. В общем, сейчас сладное смещается налево. Освобождайте. Далую половину торса. Правое плывет дело на правое бедро. Накладывается. Голова смешивается вниз. И мы дышим. Можно чуть-чуть поприседать, чуть-чуть посгибать ногу правой. Чуть-чуть поднимать голову. Далую возникает ощущение плавного бедро. Чуть поперемещаться вперед и назад. От спяточки. Носочек. И потом торса ломя. Почувствуйте, вести лад на правой плотной стороны. Еще немного носочек почувствуйте. Урусно. Вальдом, два, три. Далее. Дальше. Кончик пальцев. «Ноку юбилы» Вальдом, два, три. Белый насушил скандала себя. Со правой ноги чуть-чуть ниже, ладоши вместе, ладоши в параллельно, в запястье области курса. И посмотрите вверх, в секунду, в первую секунду, сейчас ногу продрожим, продрожим и мягко есть. Оп! И вот сейчас, что называется, не подчувствуйте, это самое. Правая нога вверх, правую ногу на коленку, правую щековую правую ладошку, левая кисельская, глаза прикреплены. Ну а в ноги правая сторона плотная налево, левая сторона свободная, открыли. Два, три, вдоха, выдох. И правую руку, снимая с лица ненужное лишнее, как передвину, вводим нас, подхватил течение тьмы, все нужно ушло. И поменять ножки. Слева пойдем щеки. Потом мы сделаем самое основное, самое основное, четыре движения, потому что вы запомните. Сейчас мы начинаем с помощью поглаживания. Поглаживание. Сразу вдох левая. Не важно, что вы помните. Важно, что вы ощущаете, как тело идет вдох. Охватывайте и только левая ладошка. Выдох правый, только правый. Самое интересное, что потом, просто поставив ладошки друг на друга и вспомнив, как в массировании коллегами, между руками создается плотная пространственно освещенная положительная метод, позитивная метод, которую можно и исцелять, как вы видно по себе. Но это ставится за счет комирования между ладошками живого шара ощущения. Вдох левого выдоха. Вспоминаем эмоцию, эмоцию поддержки. Вы оказали кому-то помощь от волоты души, непопередственности. И в ответ почувствовали ощущение благодатности. Человек действительно испытал планты, искренние признание. И это связано с насыщенным ладошками, насыщенным коллегами. Вдох левого выдоха. Подробная и корректная работа двоим чудесами. Называется воздействием равных областей, а в тально-взорах. Правда, это областей и морских психо-национальных локусов. Вдох крови. Дальше. Левая сверху, правая сверху. Правая сверху. Активируем сегодняшний напас свет. Левая сверху, правая сверху. Тот, чем вы можете здесь сейчас и не уберете вашу поколение. А он не возьмет на высерху. Да, Иисусный. Запас энергии на территории делается. Все то, что находится за этой стороны нас, все то, что находится в выгнете, связано с опытом Иисуса. Пытаемся на выдохе почувствовать ладошки, на выдохе, мысленно прикладываем пальцы в каменные чашечки, возникает цель в реакцию. Но это нам нужно делать мысленно. Растираем, чувствуем растирание, чувствуем ладошки. А на выдохе мысленно прикладываем пальцы в чашечки, чтобы возникло тряпышко. Когда мы умирали, понятно, что исчезает. Мы делаем это мысленно. Становимся в своих ощущениях подобными из культу, создающих прекрасную статую Божества. Иогласия, область нашей коленки является областью третьего глаз. Наши коленки – модель для катацинного камня. На нем очень просто статус. Пойдем дальше. Руки сжимая прошивая. Представляем на уровне запаха. Как могут быть пахать. Исцеляющий возник. С вами специальной интервации. И чуть-чуть вынемся после того кого. Это даже не иллюзия обычно возникает, а возникает что-то из далекого места, когда ароматы у нас стоят травы на свече. Что-то из вашей юности, когда вы, может, занимались спортом и развивающей базе. И что-то из самой-самой далекого мира – запахов дикой природы. Запах смолы, запах цветов, запах фигуры. И все это изместие. Все это изместие удивительно знакомого и странно знакомого запаха. Исцеляющего бальзама, самодель, ассоциализация. И мы, ее не загребающее дыши, без глотых. Должно возникнуть еще небольшой вязкости в ногах. Если не получается сейчас, просто я даю механизм, это не просто нарабатывается. Дальше я скажу как. Аккуратно на коленку, тоже медленно, но между ладушкой на коленке должно возникнуть пространство. Напомню вязкость. Вязкостью, текучестью. На крыльях. И начнем. Вверх. Вверх. Чтобы нужно создать на уровне герматорных ощущений, беру, например, в домашних условиях, где-то смогу. Хороший мед, качественный. Между руками, буквально обмотать кожу как тепло. В ладошке сильно растирают, проходя через ощущение сильной вязкости и жары. Потом нагладывают на коленку, начинают прижимать и резко убирают ладошку. Недавно массаж. Трещение, когда эсрость, начинает перерастать к нам у мужчины, берем к болезнисти, когда она уже тяжело не проводила. И она зашляпывающая с двух руками. Потом шерсть в это место покрывается, и уходит на сон. То есть, делается очень радо, и у вас рельгия, и у вас просто срывается сразу. И на сон можно выясниться. Но если сильный мед узорил коленки, то тогда шерсть убирается и коленка срывается. Ну, в общем-то, мед у не обжигает. По сравнению с сонным, с разным, либо с срывами, разным. И вот это вот ощущение дело запоминает, и на его ходе можно уже делать подобный массаж. Можно это сделать и мысли. Если у вас есть подобный массаж, тогда воздействие усиливается. По перемещениях ты совали ладошек постякнуть подойдет. Дальше. Лево вылежит, надо дышать. Полный образ у четырех бронзовых ножниц, отсекающих сухие клочковатые волокна. Раз. Иксидно. Выдох. Отсекли волокна срывами исчезли. Только теперь. И снова. Раз. И снова отсекли. Как несколько раз. Убираем ненужное лишнее даже на уровне исчерпавшихся жизненных связей. И самое, что называется застаревание неприятное переживание. Стрессовое переживание. Которое, как право коренец, в области под коленки, цепленное в теле. Это называется юридия. Дальше. Убираем. Дальше. Дальше. Руки помещаются. Большие пальчики проходят. Кажется вперед. По коленке. Кажется. Ухthree. Приятного. Большие пальчики растопыливаются. Шестко смотрим на юно. Про ладу посередине. На вместе умажаемо. На вдохе сильно сильно растопыливание и теле должно быть быть впечатлено током. Удара метлического тока. Прикладывание кончика изыкать батарейки к ровной другой батарейки, запах озона, запах розы, блеск обуви, политический разведок, все это вместе. На выдохе большие пальцы навигрируем, доставляем колено постеплянные клубы и внутри – молнию разведку. Если не получается, то хотя бы лавочали три спирали ярко загорающихся. Здесь снова раз, растянули, и просимvit большого пальца, большой палец. И потом раскрыли, выдох, прогензировали. И кошачьи лавки – раз, кошачьи лавки подкаем, на себя порастянуть вверх, вниз же. На себя растянуть, потянуть вверх, вниз же. На себя растянуть вверх, вниз же. Несколько раз. Угружаем общую кровотоку. Водите ноги с подколенки. И на обороте. Газиным ощущением. Поглазим по бокам. Около трех поглажим. Лево, сверху, правой, сверху. Около трех поглажим. Лево, сверху, правой, сверху. Около трех поглажим. И снова по бокам. Лево, сверху, правая, сверху. По бокам правой, сверху, сверху, сверху. И снова. Достаточно. Левое, на коленне чашечку, правая, сверху. Подбородок. Подбородок, значит, более чувствительные области. И чувствительные ногоды. Наоборот, из травмы с лунгейом заодно решили не тяну. Говоря языком йоги, сейчас активизируется данный парень энергии, расположенной в области горла, подпитывающейся за счет энергии нижних центров все, что находится ниже горла, на трапе, наиберс, расположенной в горле. И питающий мозг, отвечающий за пульсы мозга, за пульсы сознания, память, восприятие, обработку информации, мышление, творчество. И за рост сознания, за рост инфекциональной составляющей, за лучшую пульсию. За возможность манипулировать разными моделями для объяснения Вселенной от сверхслужных, теоретических до интуитивного образа. Самое простое. На выдохе шире, на выдохе желудок. Самое интересное, что приживание, та слюна, которая появляется в порту, вкладывает функцию исцеления для нашего желудка, потому что ее начинает энергия. Достаточно. Голубь не подняли. Подчувствовать левую ладошку, левую ладошку, коленную чашечку по перемещанию. Подчувствовать по левой ладошке, коленную чашечку. Чтобы потом вы могли это создать быстрые ощущения. Подчувствовать. Нечто живое, теплое, может быть, пульсирующее, идущую ладошку. Поддвигли. Сейчас внимание. Левая ладошка ляжет на левую ладошку. Закрывает правую ладошку. Левую ладошку. Левую ладошку. Сразу чувствуем, чем левую ладошку отличается от правой. Левая ладошка скрывает левую ладошку. Чем левую ладошку отличается от правой? Сейчас будет интересно, правая ладошка поднимется вверх, правая ладошка под руки, ляпа назад, левая подреж�ve затвернует. Голова чуть-чуть вверх, локт ищет в сторону. И мы вспоминаем левую ладошку еще и коленные чашечки. Мысленно положили левую ладошку на коленную чашечку, мысленно подвигли, почувствовали вход левой ладошкой к жемку одновременно наша левая ловушка лежит на затылке, идёт мягко, естественно, на затылочке, то есть музыка и на области, связанной со стимулярным аппаратом. Сейчас внимание, левой рукой, переходящей по затылку, мы закроем правую руку. Закрыли. Таз прислушались. И оба глаза. Таз левую, правую руку. Одинаковое ощущение глаз. Одинаковое, похожее ощущение уши. Руки скальгат под лицом, коленки левые, поближе коленки, правая сверху. Подбородок выведу коленой чашечкой. На вдохе чувствуемся между гравитами, на выехе идём в другую коленку. Голы медленно приподнимаем. Смещаем себя направо под себя. Правый окрас находится с правого окраса. И немного покачивается. Голова подняться и сесть. Перемещаться вперёд-назад. Подняться и сесть. Вперёд-назад. И убираем из себя устойчивое положение. Голова свесилась. Весь тело на левый ноги. Чувствуем весь тело. Чувствуем внутреннюю устойчивость. Чувствуем внутреннюю устойчивость. Весь тело массирует за счёт соприкосновения с бедром в левую половину тела. Кончик пальцев утролись. Посмотрите. У нас очень жёстко для себя. Для себя. Бадушки поместили. Правильно. И посмотрели вверх. Чувствуем внутреннюю устойчивость. Весь тело массирует за счёт соприкосновения с бедром в левую половину тела. Возьмем внутреннюю устойчивость. Два третьих двух других. Потихонечку. Удраем с лица к левую. Вводим в заспеку в себя. В течение этих уплата у нас сейчас всё исчезает до следов. Из всего того, что мы делаем, мы делаем 4 основные движения для работы с коленкой. Право коллега вверх, мы поднимем чрезвычки. Поплажно это ощущение добра, которое вы доставили кому-то. Либо, которое вы получили от того. Было тяжело, пришла помощь. Облегченно вы их мыслям удаление. И все это ежедневно. Право своего предоставления. Право снизу вверх, 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 вверх. Первое сложное движение, которое вырабатывается на длинности. И снова по бокам. Право снизу вверх, 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 вверх. Эмоция добра, эмоция добра. Добра, заботы и отжадившую помощь. И поставь нас по бокам. Равный сверху вверх, 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 вверх. Равный сверху вверх, вверх, вверх. Это номер один. Дальше. Насыщение жизненной силой. Руки за ручек. Разница между силой вжатия и рожатия. На мыльях вжали, на мыльях вжали. Запах стекающего бальзама. Несколько образов. Любопытный ребенок, на самом деле, у нас в пакете пушистых трав. И чехол. Вверх образов. Над крошочком ароматный запах. Крошочке вальца трав. На рынке вы выбираете правильный продукт. Вкус, цвет, запах, рак. Ружая не учет, на цветущий, на ее голове. Запах свежий и лисий. И все это вместе, как сосновый лесу, пахнет с молоком. Пахнет свежестью. Вот все-все-все-все-все-все-все-все это на сваре специально для вас областей. И ладошки накладываются на колени. Я вообще не буду просто подерживать ладошки на колени. Чувствую, как от ладошек будет действительно идет что-то интересное для вас. Это номер два. Номер три. Смещаемся налево от себя. Два у нас свежутся. Немножко покачиваясь, идет назад и сразу в сторону. Задействуем ждем. Не за чего-то, не за что-то, а просто так. От шаты души. И с чем в вашей жизни это связано? С одной из ситуаций. Вот все это дали ему. Левая сверка, правая сверка. Это очень сложно. Представь его это. Потому что когда врачи... Ну вспомни, когда вы тебя что-то отобрали, чего-то решили. Сильно обидели. Когда вы чувствовали себя одинокими, неотчужденными. И когда вы отошли, когда просто даже глаза открывали. Вот понимание на лице. Улыбки, да, было, да. Это же не однячь не добывается. А ощущение добра и сложнее. Потому что всегда в детстве это из-под палки бывает. Очень часто, в детстве пытаются привезли к доброту. Но здесь помогает забота о домашних животных, о рыбках и прочее. И потом, что называется, их видно, дадите в близких людях, в чем-то нуждающихся. От вас в союзности. Уринусы спрашивают, про чем вы отличаетесь от нас. Уринусы говорит, что Бог, мы нашему нищего, отдали душевное тепло. Улыбнется ему от этой нашей работе и ничего не подойдет. А вы его просто, если немысленно, подложите слух, обругаете, обматерите, застыдите, и потом все мелочи отойдите. Плохо, кормил свой поздний. Вот здесь мы шарфы улыбались за свои коленки. Чьи? Достаточно. Дальше. Исцеляющий бальзам. Как новый пахнет, что, справедливости, не скажу, что пока не пойдет, это голосик. Голосик запах. Вдох, окрыт, выдержай. Вдох, окрыт, выдержай. И тягучий, вязкий, и одновременно очень-очень вкусный. Как самый-самый первый клодочек меда. Естетий. Вдох, окрыт, выдерживаете. Вдох, окрыт, выдерживаете. Очень мягко. Кровенка. Раз. И отладушка влюбиваете. Пошло, пошло, ощущение. Пошло, пошло, ощущение. Номер два. Номер три. Руки мягко убираются. Мы смещаемся на право. Долава слезет. Става мы можем понять, насыщий воздух. Вдох, перемещались, вверх, красавица. Встук. И с другой стороны. Вперед-назад и к цифровому листуру. И остались. Чувствуйте кончики пальцев на ноги на вдохе, на выдохе, на левую штуку. Называется встать, правильником между семью и силой. Вот если бы за вами сейчас был водопад и кончики пальцев коснулись ему струй, а подножками мы почувствовали бы гладкие скользкие камушки и все это было бы солнечным днем в горы и долине, у вас было бы более яркое переживание того, что значит это воде иконы, что небо и землю. Я вот это знаю, я это чувствую. Попытаюсь это передать, находясь в этом зале. Вдох через правый носок, ведох через нему вдох между небом и сибиром. Словно «дрогаться в другую силу», на длинные 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 неги натянуты между небом и сибиром. Вот ручка вниз. У�. Левую 16 взгляд на воду в пазухе. У нас левую палубую ноги 2 щека на левую ладошку, вправую свершиваться. Класс啦. Чувствуйте, вдох на плече, всё-всё, всё слева. Выдох на она, всё-всё, всё справа. Вдох, всё-всё-всё слева, выдох, всё-всё-всё справа. Вдох, всё-всё-всё слева, выдох, всё-всё-всё справа. Левую руку убираем внутреннюю мышцу. Адванс, вторую руку назад. И, извините меня, лишнее пошло назад. Дальше обе ножки вперёд. Дальше обе ножки вперёд. Пойдём, переставляйся. Раз, следующее ощущение. Пожалуйста, посмотрите, как идёт, посмотрите. Во первые движения мы немножко пригодим, чтобы выйти на работу с коленками и печенью. Первая движение. А вот во втором, пытаемся немножко поглудиться. Это правая нога вверх, носочек острый руки. Пятка от коврика, пятка на коврик. Спутня на коленку, таз повыше. Пятка на коврик, пятка на коврик. Колени на коврик. Колени на коврик. Семь. Поселение почувствовали. Потом руки в плоти, носок вперёд. В плоти в пол, таз на коврик. Левую ногу в плоти, правую ногу. Оставьте носочек в ладоши вперёд и в ногу. Три. Колени на коврик. Колени вниз, пятки назад. Колени на коврик. Колени на коврик. На правой ноге сочек острый. Сесть. Попробуйте посидеть и попробуйте приподняющей к коленке, чтобы потянулась и коврик на коврик. Из-за этого положение сместился, правая нога будет ближе, левая нога будет за сверху. Дальше пойдет работа у нас на плечи, когда привезет вот эта область. Энергия из области нежности идет в область межгруппия, привезет пациент к творчеству, выходит вперед, омывает область макушкой по вследствии с высшими силами, и дальше расслабивается энергиозморочником. Но, чтобы для этой ладони нужно сделать, как я вам показал, ножки вперед, вверх, 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 вверх. И плавно, коровенько, на спину, вверх. Пожалуйста, и больними. Ступни поставим, руки на стороне. Почувствуем плотные руки, плотные руки. Ага. И правая ножка, вверх, на себя. Раз. Дышим. Носочек острый. Два. Левая нога, вверх, на пол, на четыре. Ступни на коленку, и таз повыше. Пяточка от коленка. Пяточка на коленку. Коленка на подбородку. Носок же получится. Мягкая таз вниз. Левая ножка вверх, и руки на руку. Булочки. Подки пальцы в голову. Плотно в голову. Таз подняли. Левая нога на пол, ступни. Раз. И правая нога на основании пальцев. Плотно в голову. Левая нога вперед. Правая нога на основании пальцев. Правая нога на правую коленку. И пятая нога назад. А коленка вперед. Анowarosa голову. Голова על officials. Вплотно в Changing правую солнечный канал, в правую половину таза, в правую половину гиенального нод contre thing, в правую половину тела, в правую половину тела. Влевую половину голову. Пятка внизу, коленка внизу и ноги внизу. И мягко, плавно догадываем правую коленку наколку. Раз. Левую ножку протянули. Правую расточку сделали острыми, не внутренними леброй, чтобы хорошо указать с вами. Правая пятка должна упереться чуть-чуть мимо изнутри себя на личной кости. Подчувствовала такой духой, сразу дает ощущение снизу и вверх, до макушек пробивая. И правая коленка, левая назад, наклоняющая пальцем. Очень аккуратно, чтобы другое не свело. Приподняли коленку, но с правой коленки. И вперед сместились направо, от себя направо, от себя направо, и левая нога. Чуть-чуть не записывая права, но и левая нога. Руки все есть минут, глаза прийти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...